Слава Богу за тебя, Али. Прославляющий именно такими должен быть, которого не остановить. Добрый день, братья и сестры. Здесь такая атмосфера Божьей семьи. И давайте помолимся за наших детей, благословим их. Господь, мы молимся за наших детей от малой до великой и просим, Господь, чтобы Ты благословил их. Они, наше будущее, они, Господь, те, на кого Ты смотришь. И мы просим, дай нам, как родителям мудрости, и также благослови эту воскресную школу. Пусть она будет, Господь, хорошим инструментом для формирования их характера, их целей. Господь, касайся их, показывай им свою любовь. Мы любим Тебя и благодарим за наших детей. Аминь. И можно проводить детей на воскресную школу. И присаживайтесь, пожалуйста. Давайте откроем Псалом 138, с 13 стиха. Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. И знаете, братья и сестры, здесь мы видим замысел Божий для человека и характер Божий. И я понимаю, что я не просто так появилась на этот свет, но его жизнь пришла, Божья жизнь однажды пришла, и появилась я. И я также неспроста я сегодня живу, неспроста я до этого дня достигла в здравии и в радости, потому что у Господа есть судьба для меня, у Него есть назначенные дни для меня. Вы знаете, когда я думаю об этом, я понимаю, что это не случайность, и это не случайность также, что Вы до этого дня живы, Вы до этого дня сохранены Господом. Когда-то мы выезжали на выезд тишины, молились там, и Господь мне проговорил, как Он любит меня, и буквально я никогда об этом не думала в этом свете, но я вспомнила, что было несколько раз, когда я могла умереть. И Господь мне прямо напомнил, и Он говорил, я был с тобой, я сохранил тебя до этого дня. И знаете, здесь написано, что я был созидаем в утробе, и когда я была в утробе матери, и я родилась, знаете, в прошлом веке, и медицина тогда еще не так сильна была, и я родилась 7-месячная, недоношенная, весила 2 килограмма. И была очень слабенькая, была синенькая, по мне, конечно, этого сейчас не скажешь. И бабушка мне рассказывала, тогда инкубаторов не было, как они отогревали меня на печке, как мои ноготочки еще не до конца сформировались, или я синенькая была. И вот Господь мне сказал, знаешь, это я сохранил тебе жизнь, потому что таким же образом родилась моя сестра уже после меня, и она умерла. А Господь говорит, я сохранил тебе жизнь. Господь мне также напомнил, когда в 6-летнем возрасте я была, и на следующий день должен быть утренник в детском саду, я там играла, должна была главную роль, и костюмы готовы. И вдруг вечером мне стало очень плохо. Мы жили в частном доме, и я помню, что вот это чувство у меня до сих пор осталось, я помню эти свои переживания, как я начала задыхаться. И отец вывез меня на улицу, начал на санях возить меня, и я помню это ночное декабрьское небо, я до сих пор помню это небо. Это черное небо, все в звездах, потому что я смотрела туда. И Господь мне сказал, что я сохранил тебя. И действительно, приехала скорая помощь, у меня начались серьезные проблемы с сердцем, и меня едва спасли. Я потом долго лежала в больнице, потом лежала здесь, еще тогда в Свердловске. Но Господь говорит, это я сохранил тебе жизнь. И вы знаете, когда я думаю, действительно, многие люди, и я сегодня не хотела бы о себе говорить, но я говорю это как свидетельство того, что не случайность, что мы до сих пор живы. Потому что, когда я смотрю на мою семью, на моих родных и близких, и Господь забрал на небо моего ребенка, первый ребенок у нас на небе. Мой муж в 40-летнем возрасте ушел на небо. Мои родители, вот в прошлом году я похоронила отца. И вы знаете, я понимаю, что не случайно, что я все еще здесь. Это не случайно, что я все еще здесь, на этой земле. И здесь мы сейчас читали, как возвышены для меня помышления твои, их великое число. Знаете, почему вы здесь? Потому что все еще у Господа есть план для вас, чтобы вы были на этой земле и осуществили Его волю. Ваши дни пока еще не закончились. И я сегодня буду молиться. Я вообще-то вышла молиться за нужды, а не рассказывать о себе. Я хотела помолиться за нужды, но знаете что? Наш Господь, ведь жизнь с Господом, это действительно, это что-то возвышенное и большое. Это не план минимум разрешить наши нужды. Или не план минимум просто дать нам хлеб на этот день. Это что-то большее. Это познание Его любви. Это наполнение Его любовью. И это отдача Его любви на этой земле. И знаете, братья и сестры, Господь усмотрит все эти нужды. Давайте встанем. И знаете, что я бы хотела, чтобы мы сейчас лично, каждый, о чем мы молились сейчас. Если вы перешли в первый раз сюда, вы прямо сейчас можете помолиться Господу. Просто закроем глаза. И знаете, о чем мы будем с вами молиться? Господь, каковы помышления Твои обо мне? Какова воля Твоя обо мне? Почему я все еще здесь, на этой земле? Аминь. Господь, мы приходим перед Твой престол, перед Твой трон. И мы, я, Господь, верю, что здесь каждый из нас. Ты знаешь имя каждого. Ты видел нас, когда мы были в утробе матери. Ты видел наш весь путь, пока мы шли до этого дня. Ты видел все наши промахи, ошибки, грехи. И также, когда мы были на пике счастья, благословения и радости. Господь, мы сейчас такие, какие есть пред Тобой. И каждый из нас, молод ли, стар ли, человек среднего возраста, мужчина или женщина, или ребенок. Господь, мы все приходим пред Твое лицо. Неважно, в каком я сейчас статусе. Или я сюда приехал на иномарки, или я пришел пешком, и у меня едва, едва я свожу концы. И у меня был сегодня очень скромный завтрак, или у меня был обильный завтрак. У меня есть большая семья, или у меня никого нет. Господь, мы все перед Тобой. И мы молимся, мы молимся, Господь. Открой нам, почему мы все еще на этой земле. Почему многие наши ровесники, также люди младше нас, старше нас, многие наши члены семьи, они покидают эту землю, но Ты пока хранишь нас, и мы пока здесь. И это не наша заслуга. Просто у Тебя что-то для нас еще есть на этой земле. Мы Тобой и живем, и движемся, и существуем. И, Господь, я прошу, вложи в сердце каждого Твою волю. Что мы должны делать? Как мы каждый день можем познавать Тебя, и как каждый день мы можем делиться Твоей любовью? Благослови нас, исполни Твое призвание на этой земле. Благослови нас. Спасибо, что у Тебя, Господь, у Тебя больше, чем достаточно. У Тебя больше, чем достаточно для этих нужд. Господь, Ты просто вмешиваешься. Ты решаешь, Ты изменяешь обстоятельства. Ты располагаешь сердца людей. Ты исцеляешь болезни. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарим Тебя, и мы любим Тебя. Господь, мы хотим следовать за Тобой. Пусть наши сердца и дальше уже не очерствеют. Господь, пусть они будут мягкими и чувствительными голосу Твоему. Мы благодарим Тебя и любим Тебя, Господь. Спасибо, Господь, что Ты даешь жизнь с избытком. Но этот избыток в Твоей любви прежде всего. И также этой любви достаточно, чтобы помочь нам в насущных наших нуждах. Спасибо, Господь, ибо мы Тобой и живем, и движемся, и существуем. Аллилуйя. Слава Господу. Давайте воздадим всю славу Ему. Аллилуйя. 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 Аллилуйя.